Друзья, приветствую вас на моем канале. Уже около двух лет как я пользуюсь вот таким замечательным измерительным прибором ESR-тестер. Или как его еще называют транзистор-тестер. Это очень полезный для радиолюбителя прибор. Позволяет измерять номиналы различных радиодеталей, а также определять их распиновку. Но поскольку я пренебрег одним из правил эксплуатации данного прибора, я подключил к нему неразряженный электролитический конденсатор, ESR-тестер вышел из строя. Для тех, кто сталкивался с такой проблемой и знает, как починить теперь данный прибор, пожалуйста, напишите в комментариях, подскажите, что здесь нужно поменять. Ну, а чтобы не остаться без этого прибора, я приобрел точно такой же. Приобрел точно такую же модель, так как это наиболее дешевый вариант ESR-тестера и она мне уже привычна в использовании. В свое время я сделал корпус для своего ESR-тестера из распределительной коробки, которую я купил в строительном магазине. Коробка 75 на 75 мм. На моем канале есть видео, как я делал данный корпус. В описании под видео я оставлю ссылочку на видео, если кому-то интересно, можете посмотреть или найти видео на канале. Но поскольку за это время у меня появился 3D-принтер, я решил сделать корпус для нового ESR-тестера на 3D-принтере. ESR-тестер это довольно популярная вещь, и поэтому я решил не разрабатывать корпус самостоятельно, а поискать уже готовое решение, например, на сайте Thingiverse. Для тех, кто не знает, Thingiverse это один из наиболее популярных ресурсов, где различные пользователи выкладывают разработанные ими детали для печати их на 3D-принтере. Если в поисковой строке сайта ввести запрос ESR-тестер, то можно найти различные варианты корпусов для различных вариантов ESR-тестеров. Но мне нужен вариант корпуса для модели T4, и поэтому я скачал один из понравившихся мне вариантов корпуса для данной модели. Все детали корпуса распечатаны, всего три детали. Верхняя часть корпуса, нижняя часть корпуса с отсеком для батареи и крышка отсека батареи. Давайте перейдем к сборке корпуса, чтобы не затягивать время видео, ускорю процесс сборки на воспроизведении. Корпус собран. Немного пришлось повозиться с защелканием передней и задней части. Вот такой получился корпус. Можно использовать, ставите вертикально, а можно на заднюю стенку. Кому как удобнее. Еще я хотел показать, я распечатал еще один вариант корпуса, пока я сюда поместил свой старый испорченный ESR-тестер. Может кого-то заинтересует, он более миниатюрный, но чем он мне не понравился, у него не защищена задняя стенка. Вот так сюда ставится батарея. Может кого-то заинтересует, в описании под видео будет ссылочка на данный вариант корпуса. Ну давайте испытаем этот ESR-тестер. Для тех, кто никогда не видел, как используется данный ESR-тестер, я подготовил несколько деталей для тестирования. Например, транзистор. Подключаю, вставляю транзистор в разъем. Зажимаю и нажимаю кнопку тестирования. Проходит несколько секунд, и вы видите, что здесь обозначение транзистора, указанная его распиновка, коэффициент усиления. Резистор. Нажимаю тестирование. Вот вы видите, 1 кОм примерно, 992 Ома. Резистор на 1 кОм. Конденсатор. Чтобы не повторить прошлых ошибок, разряжаю на железом, вставляю в разъем, и нажимаю тестирование. Вы видите обозначение конденсатора, его емкость. Электролитический конденсатор. Также разряжаю на железо. Нажимаю тестирование. Вы видите обозначение конденсатора, его внутреннее сопротивление, процент потерь, емкость 1104 мкФ. На корпусе указано 1000 мкФ. Еще диод, диод вот такой. Один из самых популярных диодов. Вот видите, тоже обозначение диода. В общем-то и все, что я хотел рассказать об использовании данного прибора. Как всегда, все ссылки в описании. В описании будут ссылочки на архивы деталей для печати корпусов, а также на сам ESR-тестер на Алиэкспресс. Всем пока, с вами был Константин.